Эй! Слышишь меня? Каймир! Каймир! Здесь другой вход. Эй! Каймир! Каймир! Ты там? Тише. О! Боги! Ну ты меня! Тише говорю. Этот туман ненастоящий. Может быть в нем что-то прячется. Туманники, обманники. Ты ведь не хочешь, чтобы они сюда пришли? Ты туманники? Милитерия, великая мать! Надо же мне было! Кстати, позволь узнать, что ты здесь делаешь. Понимаете, мы с Каймиром подумали. Усадьба давно пустая стоит, столько добра пропадает. Ага, так ты вор. Воры у живых крадут, а мертвым какой вред! Каймир пошел дверь открывать, и я встал на стреме. Вдруг слышу, лампа разбилась. И тишина! Зову его, но... Что? Что это было? Это туманник той, что ли? Нет. Фу, просто камень с души. Я пойду узнаю, что там и где твой напарник. А ты? А я лучше свалю отсюда, по-добру, по-здорову. Солидное это имение. Солидное это имение. Как я найду эту розу в таком тумане? Свежий навоз. Разбитая лампа и истоптанная земля. Отсюда что-то тащили. Тело? В ту сторону тащили раненого человека. Следы подкованных сапог ведут из дальней части сада. Ленял бы ты отсюда, малыш. Это место... Что это за звук? Где-то копают? Отмычка. Она, должно быть, принадлежала второму вору. Что это за пещер? Не могу Dai. Это тащили салли. Продолжение следует... 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 Есть один способ. Не нужно похоронить тело Ирис. Но кладбище Ключника место неподходящее. Там слишком много крови и страха. Она часто бывала в саду перед домом. Тогда, может, там. Погоди, возьми этот ключ. Он откроет главные двери. Хорошая собачка. Хорошая собачка. Хорошая собачка. Но это не лучшее место для могилы. Слишком близко к дому. Надо искать дальше. Могила здесь. Ирис Хоневрик любила цветы. Но вряд ли она захотела бы их уничтожить. Ладно. Поищу другое место для могилы. Вот это место, пожалуй, подойдет. Да. Она любила здесь рисовать. У госпожи фон Эверик были какие-то пожелания? Как она хотела быть похоронена? Она боялась смерти и думала, что никто ее не похоронит и не скажет доброго слова. Значит, я сделаю и то, и другое. Я не знал Ирис фон Эверик и не могу произнести достойную речь. По воле судьбы ее останки были упокоены незнакомцем. Иногда судьба запутывает наши тропинки и жить становится так тяжко, что уже не вынести. После смерти каждый заслуживает упокоения. Вы двое. Скажите хозяйке что-нибудь на прощание. Мы не разбираемся в людских ритуалах. Мы верим, что ты сделал все согласно вашим обычаям. Не знаю, захочешь ли ты быть похоронена с портретом своего мужа. Но раз уж вы жили вместе, возможно, ты желаешь, чтобы он был рядом с тобой и после смерти. Останки погребены. Попробуем ее вызвать. Дух неупокоенный, я сложил твои кости. Забудь о гневе, забудь о скорби. Яви свое обличие. Прости, что вырываю тебя из твоего мира. Мне надо тебя кое о чем... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что это за место? Это нарисованный мир. Работа Ирис фон Эверик. Девушки отдыхают 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 Легко сказать. Призрак Уальгерда и его жены. Но почему они не движутся? Это воспоминания. Но стёртое, неполное. Ты должен осмотреться и исправить его. Блитра. Дух степей. Похоже, её часто читали. Это, наверное, не то. Остатки сервиза. Десертного? Или чайного? Будто здесь и было. Или срисовала имение. Это, наверное, не то. Будто здесь и было. Мы должны завести собаку. А лучше собаку и кота. Когда придёт ненастье, пёс будет греть нам ноги. А кот играть клубком шерсти у камина. Как ты думаешь? Ты меня вообще слушаешь? Прости, дорогая. Я зачитался. Такая интересная книга. Да, очень. Знаешь, пойдём лучше внутрь. Зачем? Тут так хорошо сидеть. Птицы поют. Пчёлы жужжат. Идиллия. Прости, любимая. Мне нехорошо. Я пойду в дом, а ты будь осторожна. Такая интересная книга. что это тоже воспоминание нет кошмар воплощенный страх с которым тебе однажды придется сразиться скотина а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Еще одно воспоминание Это, наверное, не то Рюмка Точно как в руке у Ольгенда Свадебная фата Будто здесь и было Твоё здоровье, жена Пойдём, я покажу тебе дом Хорошо, только Я знаю, что это глупо, но Он так долго стоял пустым, а я... А ты боишься пауков, я же знаю Я собрал их всех и выбросил в сад Мой рюмка, ты позаботился обо всем Чёрт побери Ну что, паску Ну что, паску Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снова этот образ Что это может быть? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok На картине в нем горел огонь, но чего-то еще не хватает. Продолжение следует... Доченька, все хорошо? Бледная ты какая-то, рассеянная. Да нет, все в порядке. Расскажи лучше, как вы. Я так рада вас всех снова видеть. Только что же бабушка с дедушкой не приехали. Дорога дальняя, ухабистая. Должно быть, они все еще не хотят меня знать, да? А это что? Мы привезли вещь Ирис, любимую расческу, детскую куклу. А это... это тебе. Векселя? Мы выплатили все твои долги, чтобы на семье позора не было. Как мило, что мама и папа обо мне помнят. Ольга? Ну вот, видишь, какой он. А ведь мы отговаривали тебя от свадьбы. Мужелан и голодранец, который якшается с головорезами. Ты не боишься жить под одной крышей с этим отребьем? Ну вот, видишь, что ты умеешь. Значит, пойдем за ты. Не нравится мне это место. Супружеская спальня. Свеча почти догорела. Таз для мытья рук. Следы крови. Это, наверное, не то. Полотенце, испачканное кровью. Кто-то не отмыл руки в тазу и, вытираясь, испачкал полотенце. Ночная рубашка. Кажется, ее никогда не носили. Девушки отдыхают. Значит, решено. Давай ляжем спать, я устал. Теперь я уже точно не усну, это исключено. Пойдем, я закончу твой портрет. Снова стертое воспоминание. Свежие. Будто кто-то только что обрызгал их водой. Портрет Ольгерда. Но рисунок отличается деталями. В натюрморте чего-то не хватает. Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картиной. Кажется, подходит. По-прежнему что-то не так. Наверное, нужно воссоздать натюрморт с картиной. Это сюда. Может, с этой стороны. Наконец-то, все как на картине. Улыбнись чуть шире. Вот так? Улыбнись так, как тогда, когда отец согласился на нашу свадьбу. Пожалуйста. Ничего не выйдет. Я же вижу, что тебя что-то гложет. Я должен еще немного поработать. Снова? Ольгерт. Мы же обещали не держать никаких секретов друг от друга. Ты помнишь? Прости. Я не хочу об этом говорить. Ну, Ольгерт. Ольгерт! Ах, как гнусный же ты! Я не знаю. Я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok и бросить трупоедов. Тогда фонд Эверик перестал быть человеком. Он все еще любил жену? Нет. Он только помнил, что должен ее любить. Пойдем наверх. Я помню, здесь мы втроем проводили много времени. В молчании. Займем свои места. Так, как тогда. А ты сделай остальное. Следы шерсти. Стол накрыт только на одного человека. Большая глиняная миска. Маленькая миска. Похоже для супа. Сарапины от кошачьих когтей. В самый раз. Это, кажется, твоя миска. Это, наверное, не то. Поднос. Будто здесь и было. Вы правда ели из этих мисок? Конечно же, нет. Я тебе уже говорила, что мы не звери. Но ключник все равно их приносил. Как ему велели. Очередной монстр. Я же просила тебя перестать. Этих двоих тут и так слишком много. Кот и пес это твоя компания. А он будет тебя стеречь и заботиться о доме. Что бы ни случилось. Еще недавно я хотела знать, что там у тебя в голове. Думала, что смогу тебе помочь. А теперь меня уже не волнует. Что ты думаешь и что чувствуешь? Я ничего не чувствую. А у меня нет сил даже ненавидеть тебя. Выйди, Ольгерд. Я не хочу больше тебя видеть. Ольгерд фон Эверек не понимал, что мы никогда не сможем его заменить. Тень его призрака есть в каждом воспоминании госпожи Ирис. Мы приближаемся к концу путешествия. А что в конце? Самый большой страх Ирис фон Эверек. Моей жене. Письмо от Ольгерда Ирис. Я хотел бы так же ловко владеть словом, как саблей. Особенно теперь, когда в моем сердце лишь пустота. Я вижу, как ты на меня смотришь и вижу, как ты угасаешь. Я не могу тебе помочь, но постараюсь не причинять тебе вред. Эти письмо и роза мое прощание. Оставайся в здравии. И помни только то хорошее, что было. Ольгерд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДimaTorzok Ты похоронил мое тело И цветок Ановь расправил лепестки Я же Я все спала глубоким черным сном И только сейчас пробудилась Как моя прекрасная роза Когда ты положил На мою могилу картину И вспомнила день Когда вышла замуж Скажи мне, Ольгер здоров? Как ему живется? У твоего мужа есть могущественный враг. Ты знаешь Гюнтера Одима? Я проклинаю день, когда узнала это имя. Кто такой Одим и как он вмешался в вашу жизнь? Это ради меня Ольгер вызвал стеклянного человека и пожелал себе богатства, а потом вечности для нас обоих. Ольгер расправится с Одимом, правда? Скажи, что с моим мужем? Твой муж ищет все более сильных ощущений. Искушает судьбу, потому что в глубине души он несчастен. Сердце из камня. А значит, ничего не изменилось. Скажи, Ольгер вспоминал обо мне? Что он говорил? Немного, а я не спрашивал. Он просто прислал меня за Розой. Роза? Это все, что у меня осталось. Его прощальный дар. Ольгер �erweise. Фое прощальный дар. Алексей. Я Hallo! Мне показалось, что эта роза для тебя важнее, чем просто память Я так мало помню Но когда я думаю о моей розе, я могу вспомнить то, что было Мир вокруг меня становится настоящим Я замечаю и узнаю вещи вокруг Вспоминаю, кто я и кем была Мой друг рассказывал мне о чем-то подобном Ты связана с розой сильными эмоциями И цветок это то, что у ведьмаков зовется шпилькой Он приковал тебя к этому миру Как пришпиленные насекомые? Это ужасно Ты должна знать, что если я заберу розу То ты, быть может, перестанешь существовать Вместе с этим призрачным миром И что тогда случится? Буду я свободна от страданий и печали? Или меня ждет пустота? Не знаю Я не хочу больше страдать Но я боюсь, что потом только холод и тьма А в конце нет уже ничего Я не могу забрать эту розу Разве не за ней ты пришел? Я не могу отправить Ирис в небытие Она мыслит и чувствует И опасна только для незваных гостей Взгляни на нее И на ее мир Она обречена вечно проживать свое горькое прошлое Возьми розу Из милосердия Что я должен сделать? Чего ты от меня ждешь? Я не знаю, чего я хочу Я так сильно боюсь Я не хочу решать твою судьбу Я не приму розу Ты уйдешь с пустыми руками? А как же твоя миссия? Роза останется у Ирис Да будет так Возможно, годы спустя появится кто-то, кто нас освободит Не знаю, правильный ли выбор ты сделал И не чувствую благодарности Но ты не вернешься к моему мужу с пустыми руками Взгляни Роя лепестков темнеют Бутон закрывается А меня охватывает сон Доброй ночи, незнакомец Я провожу тебя к выходу А затем погружусь в сон о том, что случилось когда-то Я хочу вернуться к Ольгерду И еще раз посмотреть в те глаза Которых не повстыдился бы сам дьявол Прощай Субтитры создавал DimaTorzok Картина изменилась Теперь на ней фиолетовая роза И Ирис готова к встрече с мужем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два больших пива, да поживей А? Как-то покультурнее нельзя? И тогда смотрю, а он раз и залпом выхлебал половину бочки Геральт! Сюда! О, беловолосый! Уж ты-то должен знать толку в выпивке Спасибо, в другой раз Да не боись ты! Пойдем! Угощаю! Выебуешься! Разумеется А ты бы не выпендривался? Обожаю играть со временем И добавлять его в пряники Я вижу, ты слушал Действительно, я неравнодушен ко времени Когда у тебя есть над ним власть Ты можешь делать много интересных вещей Например, подбрасывать всякую гадость в суд Людям, которые тебе не нравятся Ты правда можешь управлять временем? Или это какой-то фокус? А какая разница? Большая Скажем так Время всегда меня очаровывало Поэтому я научился им пользоваться А почему именно время? Геральт Есть три измерения Длина, ширина и высота И четвертое Время Ты на моем месте полюбил бы широту? Ну вот видишь Кто ты на самом деле? Гюнтер Удим, прозванный Я не об этом спрашиваю Видимо, ты желаешь знать, чем я занимаюсь? Я даю людям то, что они просят Можно сказать, что я исполняю желание Это было бы сущим благородством Если бы ты не требовал всегда чего-нибудь взамен Законы рынка Ведь не я же выдумал пословицу Что ничего не бывает даром Ты не человек, это ясно Так кто ты такой? Демон Джин? Ты в самом деле хочешь знать? Да Нет, Геральт Не хочешь Лишь один раз я прощу тебя И не выполню твоего желания Те, кто узнал мое истинное имя Либо уже мертвы Либо судьба их была гораздо хуже А ты мне еще нужен Чем обязан твоему присутствию? Я хотел тебя поблагодарить Ты замечательно справился с заданиями Ольгерда Твой долг почти выплачен Я должен был выполнить три его желания и сделал это Сними с меня этот знак Мы в расчете Почти Чтобы выполнить все условия договора Осталось сделать одну вещь Привести Ольгерда к старому святилищу Лильвании Об этом речи не было Разумеется, было Ты ведь знаешь, что в любом договоре есть своя уловка Приписка мелким шрифтом Который, однако, является полноценной частью контракта Это также касается устных договоренностей Вспомни, я сказал, цитирую И все же я верю, что все кончится хорошо А после мы все встретимся И поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе Конец цитаты Ну, помню Выполни свою часть уговора И я сниму с тебя знак А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником Что за черт? Почему у меня муха в супе? Я тебя ждал, но не заметил, как ты вошел И откуда ты взялся? Старый ведьмачий трюк Я могу подчинить себе пространство и время, если сосредоточусь Это ты мне бросил муху в суп? Нет, послушай внимательно Скажи своему атаману, чтобы он пришел в святилище Лильвани Это на юг отсюда Вход в пещеры Что там творится? Святилище Лильвани Ты понял? Ах, понял Погоди Была тут медичка Твоя знакомая Просила, чтобы ты к ней заглянул Спасибо Люди, вы видели? Мужик упал замертво Един cola Един